его расскажи как ты дышишь открой секрет да сейчас мы тогда поговорим про дыхание эта информация достаточно такая секретная не то что секретная но ее очень сложно найти на ютюбе реально будем делать медленно вникайте это не так просто но если освоить будет все совершенно легко и красиво когда мы делаем заброс когда мы делаем заброс гири на грудь мы делаем вдох и на приеме мы делаем выдох то есть все моменты когда гиря от нас ударяется бьет мы уходим в подседы мы должны делать выдохе когда мы поднимаем гирю будь то это рывки там толчки мы должны делать вдох поэтому когда мы делаем подъем поднимаем гирю, мы делаем вдох и в момент удара о грудь мы делаем выдох вот так мы делаем заброс вдох, выдох все, забросили теперь начинается фаза выталкивания гири если медленно объяснять то у нас здесь достаточно сложная смена вдохов и выдохов ее нужно просто прогнать через себя какое-то время этому делить тогда у вас все будет получаться гири на груди мы делаем первый подсет на выдохе на выдохе затем мы выталкиваем гирю на вдохе гиря полетела мы уходим во второй подсет на выдохе и встаем опять на вдохе затем в момент фиксации выдох вдох и на выдохе сброс да, это непросто здесь очень много вдохов, выдохов и это нужно все скоординировать с движением поэтому я всегда всем своим ученикам дыхание даю в самую последнюю очередь когда у вас уже встали вот эти координационные штуки когда вы ногами, руками правильно работаете тогда только вы можете изучать дыхание сразу будет каша в голове еще раз пробежимся еще раз пробежимся теперь с гирей на выдохе мы уходим в подсет на вдохе первые выталкивания выдох вдох выдох вдох выдох вот такое дыхание вам позволит поднимать снаряд без задержек то есть мы поднимаем делаем выталкивание без единой задержки в дыхании вот тем самым мы можем работать на очень длинные дистанции в марафоне там по полчаса по часу мы можем поднимать гири при этом не сбивая ритм дыхания это очень важный момент но изучайте его в самом конце построения вашей техники в гиревом спорте покажи в полном цикле с забросом да там у многих возникает момент когда не понимают как забрасывать и дышать одновременно мы начинаем с выталкивание в котором мы сейчас забрали да выдох мы делаем выдох на вдохе мы отталкиваем гирю от себя как бы здесь мы должны продышаться когда гиря идет между ног то есть делать опять вдох выдох и на вдохе мы ее поднимаем на выдохе амортизируем то есть как вы можете заметить внизу также непростое дыхание мы здесь должны успеть сделать вдох выдох вдох выдох вдох выдох тоже очень много количества вдохов выдохов к которым нужно привыкать поэтому еще раз вдох выдох вдох выдох вдох выдох подышали произвольное количество раз выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох показываю с гирей громко буду специально дышать так на самом деле не нужно дышать это я чтобы вы слышали а поэтому а и и и То же самое касается и работы с двумя гирями, просто мы работаем одновременно двумя руками, а дыхание, работа ног, рук, все остается точно такое же. Друзья, небольшое отступление от нашего ролика, хотел бы вам порекомендовать эффективные силовые эспандеры Hyperfit. Функционал данных эспандеров огромен, то есть мы можем работать как на мышечный тонус, так и заниматься реабилитацией после травм с помощью этих резиновых петель, ну и эспандеров. В данный набор входит 5 силовых тросов для различного типа упражнений на ноги, руки, ягодицы, плечи, а также 5 силовых лент, с помощью которых вы можете прокачивать абсолютно все группы мышц вашего тела. Для того, чтобы вам было удобнее использовать эти эспандеры, в комплект входят две съемные ручки, с помощью которых вы можете выполнять различные упражнения. А еще два держателя для щиколоток, для того, чтобы можно было выполнять упражнения на ноги и ягодицы. И самая интересная вещь это крепление для двери. С помощью нее вы можете зацепиться за дверь и выполнять упражнения на руки и плечи. А также производитель дает двухгодовую гарантию на свою продукцию. Поэтому переходите по ссылке в ниже и заказывайте данные эспандеры. И в финале нашего видео мы разберем дыхание при рывке гири. Дыхание здесь примерно такое же, как в толчке гирь. То есть поднимаем мы гирю, грубо говоря, на вдохе, опускаем на выдохе. Поэтому сейчас, когда мы будем делать рывок с гирей, да, мы будем делать вдох, в момент фиксации выдох, затем опять вдох, на выдохе сброс. Это вот такой легкий комплекс дыхания, да, когда мы делаем вдох-выдох, вдох-выдох. То есть для более профессионалов, кто уже там давно занимается с гирей, мы усложним дыхание, то есть более профессиональное разберем. В более профессиональном дыхании у нас добавляется просто еще одна фаза вдоха-выдоха в момент прокачивания гири между ног. То есть когда мы прокачиваем гирю, мы делаем вдох-выдох, вдох. Итак, самое вот профессиональное рывковое дыхание мы делаем вдох-выдох, 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 вдох-выдох. Сейчас мы, я продемонстрирую это с гирей, да, буду специально громко дышать, чтобы вы поняли эти фазы. Субтитры делал DimaTorzok